Продолжение следует... Продолжение следует... Большое обсуждение он находил как в стенах самого правительства Российской Федерации, так и в администрации президента. Очень много было вопросов, очень много было замечаний, очень много в отраслевых министерствах и ведомствах было несогласных. Со многими предложениями, которые выдвигали другие министерства, в частности и федеральные монопольные службы. Тем не менее, вот указ состоялся в декабре действительно, тем самым президентам была поставлена точка во всех дискуссиях и спорах. И открыто широкое поле для реализации самого главного, пожалуй, тезиса о том, что без конкуренции нам экономику далее развивать просто нельзя. Ну это и понятно, и зрители, и слушатели должны понимать просто, что самые высокие результаты у нас, ну если даже взять соревнования, спортивную область, да, только за счет больших, честно проведенных соревнований и так далее. Так же и экономика. Без здоровой конкуренции, без здорового справедливого соревнования высоких показателей в экономике быть просто не может. Не может быть технологий новых, не может быть инновационных решений. Только конкуренция, реальная конкуренция позволяет всего это делать. А как вследствие, конечно же, и преследует цель повышения дальнейшего уровня просто благосостояния всего населения. Вот если говорить общими фразами, на это указ и нацелен. И самое главное, пожалуй, указ поставил точку в споре о том, что, ведь были точки зрения в том числе и научных кругов, о том, что вот санкции, трудности во внешней политике, международных отношений, международных внешнеэкономических отношений. И были даже призывы как бы вернуться наполовину госплану, то есть монополизации определенных сфер, отраслей и так далее. Вот в данном случае президент также поставил точку и сказал, нет, мы должны не только зафиксировать какой-то уровень конкуренции, мы должны идти вперед. И задача стоит не просто стабилизировать на сегодняшний действующий день уровень конкуренции, а его повышать и развивать. Вот задача поставлена такая. А за счет чего конкуренция будет? И вот самое интересное, что в данном национальном плане, а он, его уже сравнивают сегодня и с майскими указами, значит, 12-го года там, да, президента, и с национальным планом борьбы с коррупцией, так же сравнивают, да. Самое важное, что там есть конкретные цифры. Не просто вот большой набор фраз, политических, значит, штампов. Там есть реальные показатели на два года, затем он план будет продлеваться для всех министерств и ведомств. Если раньше многие министерства отраслевые уходили в сторону и считали, что должны только некоторые ведомства заниматься, то сейчас задача стоит на том, что развитием конкуренции в своих отраслях должны заниматься все профильные министерства. Министерство энергетики, Министерство строительства и ЖКХ, Министерство промышленности и торговли и так далее, и так далее. Тоже Министерство спорта даже, да. Кроме этого, второй тест очень важный. За развитие конкуренции сегодня несут ответственность все губернаторы всех регионов, правительства, все должностные лица федеральных исполнительных органов власти, муниципальных, городских и так далее. То есть речь идет о десятках тысяч должностных лиц, которые должны отвечать именно за развитие конкуренции. И, естественно, за то, чтобы никто не нарушал эти принципы основной справедливой конкуренции. Я сказал про цифры. А цифры действительно впечатляющие. Допустим, одна из цифр в этом плане состоит в том, что за два года нужно снизить нарушение антимонопольного законодательства Российской Федерации, допустим, со стороны органов власти в два раза. Не секрет, что последние 5-7 лет основные нарушители у нас, к сожалению, если говорить об основном нашем законе, о защите конкуренции, были органы власти. Как федеральные, так и муниципальные, вот, и региональные. И это количество колебалось порядка, от общего количества нарушений 52-54%. Сейчас несколько снизилось, вот, по 17-му году, порядка 48-49 по стране, да, но, тем не менее, это много. И получается, если указ выполняется, то к 20-му году мы должны иметь нарушений где-то 25% всего, от общего количества нарушений со стороны органов власти. Это очень важно. Кроме этого, в области госзакупок ставится задача, чтобы предприятия малого и среднего бизнеса получили в два раза больше доступа ко всем процедурам, к торгам, и освоили контрактов в два раза больше, чем сегодня. Тоже очень весомая, ощутимая цифра, которая поможет получить еще больший доступ к бюджетным средствам, как малому, так и среднему бизнесу. Также это очень важно. Кроме этого, ставится впервые задача объединить усилия, как исполнительных органов власти, так, значит, законодательных и судебных, судебной власти. Никогда такой задачи раньше не было, сейчас такая задача президента поставлена. Кроме того, в Генеральной прокуратуре делается предложение более активно объединять все правоохранительные органы и смотреть за этим полем. То есть за соблюдением всего антимонопольного законодательства, в том числе и частично за закупками. — Я вот слышала, что затронет этот план объекты приватизации, сократится количество мупов. — Ну, да. Со стороны и научных кругов, со стороны бизнеса, со стороны федеральной антимонопольной службы уже в последние 5-6 лет высказывались предложения, что нужно прекратить создание гупов, мупов новых, я имею в виду, да, которые, по сути дела, перетягивают на себя бюджет и не дают возможность развиваться частным бизнесом в этой сфере. — Ну, понятно, что речь не идет о тех мупах, которые ведут очень большую работу по жизнеобеспечению населения. — Ну, допустим, тот же водоканал, допустим, да. — Конечно, нет смысла его закрывать и на его базе создавать нескольких частных структур и так далее. — Здесь, конечно, будут исключения. — А вот все остальное, а мы видим, к сожалению, во многих регионах, и Ульянского власти тоже не исключение, когда создаются очень много организаций, которые, по сути дела, и не нужны в этих сферах, потому что эти сферы и отрасли экономики совершенно конкурентоспособны. Там должны быть частные предприятия, там должны быть акционерные общества, там должны быть представители бизнеса. Но мы видим создание в других регионах, к сожалению, как государственных, так и муниципальных предприятий, в том числе очень много самого различного рода некоммерческих организаций, автономных, которые закрывают доступ на этот рынок представителям бизнеса. Вот здесь также ставится задача — это количество губов и мупов уменьшить в стране в целом. — Сейчас идет работа в отраслях, как вы уже сказали, в ведомствах, создаются дорожные карты. — Да. И знаете, мы вот совершенно не ожидали, в частности я обычно, в развитии указов президента или законов очень долго принимаются нормативные акты. Неважно, правительство Российской Федерации или приказы Министерства ведомств. Но вот в данном случае первая уже дорожная карта принята, принята это в январе этого года, буквально после указа прошло 20 дней, а уже правительство Российской Федерации, да, выпустил распоряжение о дорожной карте развития конкуренции в области здравоохранения. Очень важное распоряжение, еще и потому, что, по сути дела, оно, это распоряжение, эта дорожная карта поддерживает последние наши решения в области политики здравоохранения, в области развития конкуренции в этой сфере, в области проведения торгов на медицинские изделия, на лекарственные средства и так далее. То есть речь идет действительно о широком развитии соревнований в этой области, поддержке отечественных производителей. Задачей также в здравоохранении ставится понижение цен на лекарственные препараты, а я могу сказать, что последние два года ФАС провело большую работу, и на многие импортные лекарства были снижены цены в 2-3 раза, на дорогие лекарства. 48 видов препаратов были снижены, и, по сути дела, экономия составила для населения около 5 миллиардов рублей в целом для России. Это ощутимые довольно цифры, и Федеральная этим монопольная служба продолжает работать над этим. Ведь что выяснилось? Что некоторые препараты лекарственные, допустим, за рубежом стоят одну цифру, одна цена у них, при пресечении границ в Российской Федерации они стоят в 2-3 раза дороже. Вот Федеральная этим монопольная служба возбудила несколько дел и заставила иностранные компании и их представительство в Российской Федерации снизить цены. Вот за два года уже свыше 5 миллиардов для населения было сэкономлено. И эта работа продолжается. И благодаря вот этому распоряжению, дорожной карте, развитию конкуренции в здравоохранении, это также будет продолжаться. Ну и на очереди другие дорожные карты. Это касается и дорожного строительства. Там будет больше внимания уделено борьбе со сговором на торгах, когда остаются максимальные цены на торгах, и иногда отсутствует экономия бюджетных средств, для чего и делаются госзакупки, проводятся государственные и муниципальные закупки. Это касается и других рынков социальной сферы. Это касается образования. То есть там достаточно много будет дорожных карт именно в сфере отраслевых экономических областей. И как раз это показатель того, почему долго разрабатывался указ президента. К сожалению, не все министерства и ведомства желали отвечать за конкретные результаты этой программы. Часто критиковали федеральную темно-напольную службу и так далее, и так далее. А ведь совершенно ясно, что за развитие экономики, экономика и конкуренция неразделимы, отвечают все. Каждое министерство, каждый руководитель региона, каждый руководитель города или муниципального района. Вот сейчас во главу угла это поставлено. Новый принцип тарифообразования России, который подготовил как раз ФАС, является частью национального плана. Вы знаете, вот тоже довольно была большая борьба между министерствами и ведомствами Российской Федерации. ФАС подготовила проект нового закона о тарифном регулировании. Он довольно простой. И цель такая упразднить сотни подзаконных актов, распоряжений, постановлений правительства Российской Федерации, которые зачастую противоречат друг другу. И в судах это наносит непоправимый ущерб в спорах между потребителями этих услуг, естественными монополистами, а также контролирующими органами. Вот в первую очередь закон направлен на то, чтобы он был совершенно простой, доступный и избежать этих сотен подзаконных распоряжений и постановлений. Сейчас этот закон разработан, и президент поддержал основу этого закона. В данном случае правительство обсуждает, и вскоре он появится у нас в Государственной Думе и в Совете Федерации. А цель такая, чтобы любой житель мог спокойно разобраться, почему он платит именно столько денег по тем платежкам, которые приносят нам в квартиры. Не опираясь, чтобы не искать в интернете вот эти сотни постановлений, распоряжений, инструкций и так далее. Чтобы все было ясно совершенно, вот исходя сразу из закона этого. Чтобы он был удобен в прочтении, в понимании для всех. Для любого человека, который закончил среднюю школу. Национальный план развития конкуренции отразится на благосостоянии населения? Если да, то как? Задача поставлена, да. Ее надо решать. Естественно, ни один президент и ни одно правительство, я уже назвал, что если указ будет исполняться, а он должен исполняться всеми должностными лицами органов власти, то развитие этого плана и выполнение этого указа, конечно, должно привести к росту экономики. К росту экономики, к получению большей прибыли предприятиями и организациями, к повышению уровня бюджета, как Российской Федерации, так и регионов, ну а значит, естественно, к повышению затрат на социальную сферу и, естественно, на повышение зарплаты. Редактор субтитров А.Семкин